Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале ИТОН ТВ, программа «Тема дня». Меня зовут Александр Вальдман. Наступающий 2020 год может серьезно прибавить работы антитеррористическим службам России и других подсоветских государств. С этих слов начинается статья, название я прочитаю «Русскоязычный джихад остался без новой хиджры». Это статья обозревателя «Независимые газеты» Андрея Сиренко, нашего постоянного автора. Андрей, рад вас приветствовать. С наступающим Новым годом. Добрый день! Добрый день, Александр. Вас тоже с наступающим Новым годом. Всего самого доброго. Здоровья! Спасибо взаимно. Андрей, для начала, для разминки, что такое хиджа и вообще с чем ее едят? Едят ее вместе с джихадом. Джихад – это обед или ужин, который состоит из трех блюд. Это хиджра, джимат и, собственно, джихад. Во всех традиционных джихадистских доктринах вот эта тройчатка такая присутствует. Хиджра – это переселение. Переселение как непременное условие ведения джихада, то есть переселение земель, где живут каферы, неверные, где нет законов шариата. Нужно переселяться в те земли, где эти законы есть. И, соответственно, настоятельная рекомендация всем джихадистам со стороны практически всех джихадистских структур – это то, что сближает ИГИЛ, Аль-Каиду, Марат Кавказ и другие джихадистские организации, которые позиционируют себя в качестве таких вот, если не глобалистских, то с претензией на глобалистов. И вот это вот требование или настойчивая рекомендация переселяться из земель, неверных в землю, где живут настоящие мусульмане, подлинные, соответственно, является непременным условием потом формирования джиматов, то есть общин, которые потом и будут вести джихад. Вот по такой схеме, например, развивался проект исламской государства на протяжении последних нескольких лет, пока его не раздолбали курды и американцы в Ираке. Андрей, цитата из вашей статьи. В свое время, в 13-15-х годах, новая хиджра сыграла важную роль в обеспечении безопасности городов России и стран СНГ. Появление проекта исламского государства в Ираке и Сирии дало возможность силовикам избавиться от срывоопасных элементов России и республиках Центральной Азии, просто не мешая их массовому выезду за рубеж. Нет цитаты. А известно, какими маршрутами эти ребята возвращаются в свою русскоязычную родину? Что они используют? Афганистан, Иран, Ирак, еще кого-то? Ну нет, на самом деле, я бы не сказал, что процесс хиджры, то есть процесс выезда джихадистов или потенциальных джихадистов из России, стран постсоветского пространства, Центральной Азии, через тот же аэропорт Шереметьево, который на самом деле на протяжении, по-моему, пары лет работал фактически как такой большой хаб для джихада, то есть через который спокойно уезжали из России или через Россию различного рода джихадисты постсоветские в Сирию, в Турцию сначала, потом в Сирию и так далее. Он на самом деле как бы работал с гораздо большей мощностью, чем теперь, скажем так, обратный транзит. Выезжало из России в Сирию и в Ирак, через Турцию, как правило, несопоставимо большее количество людей, чем те, которые пытаются сегодня вернуться в Россию или в страны постсоветского пространства, в первую очередь в Центральную Азию. Честно говоря, то, что мне известно, если уезжали тысячами, то возвращаются, в лучшем случае, даже не десятки, наверное, единицы. Опять же, в большинстве своем это, как правило, жены джихадистов, то есть это не сами мужчины джихадисты, а именно жены джихадистов, может быть, их дети, пытаются таким образом обратно выехать, въехать, вернее, в страны, откуда они уж уезжали в Хиджру, и, соответственно, как бы они себя здесь позиционируют как жертв, как неких вот таких обманутых, несчастных существ, которые теперь вот одумались, ну, а может не одумались, так сказать, какими-то другими причинами руководствуются, и они вот хотят вернуться обратно, как правило, видите, вот эта публика, то есть, женская часть, условно говоря, женская детская часть ИГИЛ, она пытается возвращаться по своим легальным документам, по своим настоящим паспортам, они всячески себя обозначают по подлинным, так сказать, установочным данным, чего не скажешь о мужчинах. На самом деле редкий человек, который уехал в ИГИЛ и там чудом остался жив и теперь пытается вернуться, ну, он очень редко использует свои настоящие данные, потому что, ну, за такой публикой очень серьезный досмотр, за такую публику, как правило, будут жестко прессинговать силовики, точно выясняя, кем служил или работал в исламском государстве этот персонаж. Они, конечно, все теперь повара, все теперь медбратья, все теперь, значит, пекари, то есть, никто из них не держал в руках автомат, никто не отрезал голов, никто не позировал, так сказать, на видео с автоматами в руках, поэтому, ну, интернет помнит все, или очень много, и поэтому, на самом деле, все сложнее такой публике себя обозначать под своими настоящими фамилиями, поэтому, вот, насколько мне известно, те редкие, уцелевшие джихадисты из России или постсоветского пространства, которые пытаются вернуться домой, они для этого используют чужие документы, они пытаются использовать чужие паспорта. Это очень непросто, потому что система распознавания лица и, так сказать, она везде хорошо работает, не только в Израиле, но и в России тоже, и поэтому, на самом деле, выехать сюда людям, которые себя где-то засветили, очень непросто. На самом деле, я бы сказал, что, вот, по сути дела, обратного транзита сегодня, как массового явления, не существует. Для России сегодня, как для стран постсоветского пространства, опасен джихадизм, доморощенный, вот, произведенный, так сказать, по месту жительства. Как правило, все эти террористические атаки, как мы с вами, кстати, уже говорили, по-моему, все, в основном, не просто большинство, а все террористические атаки, которые были на территории России, вот, в последние несколько лет, они осуществлялись людьми, которые никогда не выезжали ни в Сирию, ни в Ирак, ни в Абонистанте. Их радикализация произошла по месту жительства. Андрей, как раз вот об этом мой последний, может быть, главный вопрос нашего эфира. В статье вы рассказываете о предотвращенном ФСБ-теракте в Москве. Я некие подробности сообщу. Пятеро сторонников исламского государства, из числа граждан Таджикистана и России, и планировали на день Конституции, 12 декабря, захватить школу номер 113 на Профсоюзной улице и потребовать от руководства Российской Федерации прекращения военной операции в Сирии. Это конец цитаты из вашей статьи. Но, когда я готовился к программе, я обнаружил, что ровно два года назад ФСБ также обезвредило террористическую группу тоже граждан из граждан Таджикистана, которые легально работали в Москве. Руководил этой группой дистанционно некий Тоджиддин Назаров или Абу Усама Нураки, его еще зовут. Так вот, эта группа предполагала тоже 12 декабря, но 2017 года, тоже в день Конституции, взорвать одновременно пассажиров поезда на Московском Центральном Кольце и покупателей торгового центра Дель Вес подмосковной Балашихи. И дальше, когда я стал копать, я обнаружил, что, оказывается, в феврале 2019 года тоже дистанционно под руководством того же Нураки планировался теракт тоже в Москве на Хорошевском шоссе у штаб-квартиры ГРУ. Как, на ваш взгляд, какая разница между ситуацией, которая была в России два года назад и сегодня? Такое впечатление, что ничего не изменилось, потому что все тот же Нураки дистанционно руководит группами, которые находятся в стране. Ну, я думаю, что не просто не изменилось. Ситуация, на мой взгляд, будет только ухудшаться. И вот 2020 год может оказаться очень неприятным для России, для Украины, для постсоветских республик Центральной Азии. То есть там, где на самом деле сегодня происходит процесс радикализации части мусульманской молодежи, эта молодежь сегодня не имеет коридоров для выплеска своей джихадистской энергии. То есть ей просто некуда ехать ни в Сирию, ни в Иран, ни в Афганистан. Во всех этих местах исламское государство находится либо в подпольном режиме, что очень затрудняет процесс, скажем, миграции туда, либо как в Афганистане на практически концу этого года уничтожено. И выезжать просто некуда. А значит, тогда выплеск этой энергии, вот этой джихадистской энергетики, этого злой такой активности, он будет происходить по месту жительства. Я думаю, что на самом деле сегодня, как ни парадоксально, российским силовикам было бы выгодно, чтобы появился такой коридор, куда можно было бы сбрасывать вот эти излишки джихадистского газа. Да, да. Я тоже об этом думал. Совершенно верно. Да, да. Собственно говоря, российские силовики этим коридором фактически воспользовались, когда обеспечили безопасность Сочинской Олимпиады в 2014 году. Обратите внимание, как раз становление и укрепление исламского государства за счет в Сирии и в Ираке, за счет именно мухаджиров, то есть переселенцев из разных постсоветских республик, это были десятки тысяч людей, на самом деле это были тысячи людей, уехавшие оттуда. Вот только из России, по моим данным, уехало более 15 тысяч человек. И цифры, которые дают официальные представители в России или в странах Центральной Азии, поверьте мне, их надо умножать на три, чтобы примерно приблизиться к той цифре, которая есть реальная. Тщательно сегодня практически все страны постсоветского пространства занижает количество людей, уехавших из их республик в ИГИЛ. Так вот, как раз вот этот сброс тогда у этих жухадистов, которых там просто не мешали выезжать через Шереметьево, их за ними следили внимательно, вместе с ними отправляли агентов, но им не мешали уезжать из страны. Я думаю, что была одна из технологий, которая помогла обеспечить безопасность проведения Сочинской Олимпиады, она прошла безукоризненно с точки зрения террористических угроз. И я думаю, что сейчас, конечно, на самом деле, ну вот объективно, в появлении подобного рода новой хиджеры, нового транзита джихадистов из постсоветских государств куда-нибудь вовне, объективно будут заинтересованы силовики практически всех постсоветских государств. Я, кстати, не удивлюсь, если мы с вами можем сделать такой грустный предновогодний прогноз о том, что я думаю, что в 2020 году, в следующем году, мы услышим с вами первые данные о том, что русскоязычные боевики-джихадисты появились в Африке, которые присоединятся к центрально-африканскому, либо западно-африканскому филиалу ИГИЛ. В пользу таких вот версий меня заставляет, в пользу таких, ну, говорить об этом меня заставляет то, что позволяет, вернее, то, что я вижу, с одной стороны, потребность в таком, как бы, вот транзите для русскоговорящих джихадистов, с другой стороны, на прошлой неделе впервые силовиками, турецкими и африканскими силовиками были задержаны граждане Турции, которые выезжали из Турции как раз в одну из западно-африканских стран. То есть вот эти турецкие джихадисты сейчас протаптывают вот этот маршрут. И как только... А я понимаю, что там, и мы с вами понимаем прекрасно, что силовики там задержали парочку человек, но парочку задержали, а сколько проскочило. И поэтому я думаю, что в 20-м году этот маршрут будет отлажен, и вслед за турецкими джихадистами по этой цепочке потянутся уже русскоязычные джихадисты. Я думаю, что вот одна из вероятных, на мой взгляд, точек, где скоро появятся люди, исповедующие радикальные славоговорящие, как мы с вами по-русски, они появятся в западной, либо центральной Африке. И это произойдет уже в следующем году, в 20-м году. Андрей, спасибо огромное за это очень интересное интервью. Спасибо за такой неутешительный отчасти прогноз. Но в любом случае, с Новым годом. Мы будем надеяться, как всегда, на лучшее. Спасибо. 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 С Новым годом наступающим. Всего самого доброго. И мира. До свидания. Спасибо. Спасибо и вам, друзья, что были с нами. Всего самого доброго. До новых встреч.